Сегодня ситуация с коронавирусом немного иная, чем накануне. Если вчера в стране было выявлено 7 зараженных COVID-19, то сегодня за сутки выявлено 38 инфицированных. Из них 14 человек приходится на столицу и 15 на Нарын. Кроме этого, врачи отмечают рост числа заболевших среди детей до 15 лет. Их на сегодня 147. Врачи не исключают, что они заразились от родителей. Подробности у Калии Душбаевой. В Кыргызстане за сутки от коронавируса вылечились 9 человек. Из Бишкека выписано 5 человек. В Нарынской области 1, Ошской области 2 и в городе Ош-1. При выпуске результаты анализов на коронавирусов всех отрицательные. Всего за время выписано выздоровление по стране 735 пациентов. Из Республиканской клинической инфекционной больницы сегодня выписано 6 человек. Еще две недели после выписки граждане проведут на домашнем карантине. Здравствуйте. На сегодняшний день с нашей Республиканской клинической инфекционной больницы выписывается 6 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. На сегодняшний день у них состояние удовлетворительное. Они еще будут соблюдать домашнюю изоляцию в течение 14 дней и будут под наблюдением участковых врачей. Из Карасуйской территориальной больницы сегодня выписали двух пациентов. Врачи оценивают их здоровье как удовлетворительное. В Карасуйской территориальной больнице в филиале Курманджан Датка находились 11 пациентов. Из них сегодня выписали двоих. Повторные анализы у них были отрицательными. Теперь они будут находиться еще 14 дней в домашней обсервации. Также за сутки в стране зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Бишкеке 14, в Вашей 1 зараженный, в Нарынской области 15, в Джалабадской области 4, в Чуйской области 2 случая и еще 2 выявлено среди кыргызстанцев, прибывших из Солилецка. В Кыргызстане на утро 14 мая подтверждено 1082 случая заражения COVID-19. Они выявлены. В Бишкеке 296, в городе Ош 114, в Вашской области 181, в Джалабадской области 151, в Баткенской области 24, в Чуйской области 94, плюс 58 случаев заражения кыргызстанцев, прибывших из Соль-Илецка. В Нарынской области 152, в Исцикульской области 12. Также стало известно о 6 случаях заражения COVID-19 среди медицинских работников. Из них 5 в столице и 1 в Оши. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 247 случаев, из которых выписывалось из стационаров выздоровлением 192 медицинских работников. На сегодня 7 человек, у которых был подтвержден коронавирус в тяжелом состоянии, из них 5 пациентов в реанимации. В сегодняшний день в стационарах республики находится 320 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 7, в реанимации 5. Проведено исследование за последние сутки 2322. 12 заразившимся детям нет даже одного года. В целом коронавирус подтвержден у 147 детей до 15 лет. Здесь надо учитывать и условия содержания. Я говорил, до этого, до меня выступали, говорили, есть, значит, это без клинических симптомов проявления вот этого COVID-19. И тут зависит от иммунитета человека. Поэтому есть случаи, к сожалению, у детей 12 случаев. Это мы должны здесь строго, значит, усилить контроль по поводу распространения среди всей популяции. В том числе, в первую очередь, значит, среди подрастающего поколения, среди детей. Если смотреть по возрасту, дети до 15 лет – 147 человек. От 16 до 19 – 28 граждан. От 20 до 35 лет – 341. От 36 до 55 лет – 358. 56 и старше – 193 человека. Сегодня в обществе активно обсуждается вопрос, носить маску или не носить. Исследования в Японии показали, что при правильной организации масочного режима риск заболевания снижается в 7,5-9 раз. Некоторые считают, что носить маску не нужно, за исключением случая, когда вы контактируете с больным. Но как понять, кто болен, а кто нет? Особенно, если учесть, что среди свободно перемещающихся граждан все еще есть бессимптомные, зараженные коронавирусом. При этом они продолжают заражать других. В каких случаях следует носить маску? Если вы кашляете или чихаете. Маску стоит надеть в магазине или медицинском учреждении, где есть вероятность контакта с зараженными людьми. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос. Прикрывать ею подбородок бесполезно. Еще многие носят с открытым носом, что тоже снижает защиту от вирусов. Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спирта, содержащим антисептиком или водой с мылом. Кроме того, рекомендуется не касаться поверхности маски при ее снятии. В противном случае нужно тщательно вымыть руки. Отметим, что на сегодня количество контактных лиц составило 4683 человека. На обсервации по Крыстану находится 1534 гражданина. КОЛЕДИЧИ БАВРАС КЕЛДИКО КУЛБЕКОВ ХЛТР БЕШКЕК